Ну все, девчонки, я прилетела в Киев, ура! Вот моя сестра, ее зовут Юля, познакомьтесь, да. Это Юля моя младшая сестренка, самая лучшая и красивая. Пока Юля пошла в магазин, здесь ее жду на улице, погода классная, голубы везде. Очень красиво здесь, в Киеве, конечно. Хочу сказать, что билеты в Киев и в Москву я нашла на aviasales.ru, это дешевый поисковик авиабилетов, а поисковик помог приобрести мне эти билеты. Я очень хотела попасть в Киев, в Москву на видео People, поэтому я безумно рада, что у меня так все складывается в жизни хорошо, что я смогла прилететь, что у меня появилась такая возможность. А Юля записала меня на укладку и тоже себе вот решила сделать. Нам сделали укладки за 300 гривен, то есть каждая по 300 гривен. Покажи мой локер, у меня там внизу. У меня там где-то тоже. 300 гривен это достаточно так недешево для Украины, да, в нынешнее время. Для Киева это нормально. Для Киева нормально, наверное, да. Но для Алматы это совсем дешево, это примерно 10 долларов. Обошлась укладка на мои волосы, на длиннючие. Причем мне мыли голову два раза, ну как положено, хороший салон такой. И у них еще так прикольно, ты заходишь, у них там картинок 8 висит с прическами. Ты, короче, стоишь и выбираешь, какую ты хочешь, и сразу снизу цена. И главное парикмахеры одни парни, нетрадиционалы. Почему нетрадиционалы? Думаешь, ты? Посмотрите, какая у меня секси-сестра. Секси-пекси. Оу, детка, ты красотка. Вот так вот дети вырастают. Помню, я ее убавила. Нячила. Прививала мне любовь к моде. К ужастикам. В общем, мы готовы. Видим у нас встречу с вами, с подписчиками из Киева. Смотрите, кого мы встретили. Всем привет. Так неожиданно. Так неожиданно, так неожиданно. Мы не собирались. Ну мы рано пришли, да, еще никого нет. Неожиданно, так неожиданно. Играет музыка. Встреча закончилась, и вот наша подписчица решила подвезти. Я извиняюсь, как тебя зовут, потому что столько людей. Это Лилия Бойко. Я тоже снимаю видео. Вот, Лилия Бойко. У Лилии свой канал, и мы как раз шли ловить такси, и Лилия говорит, давайте я вас подвезу, девчонки. Я очень устала, очень. Встреча просто была восхитительная. Столько много девочек пришли, и, я не знаю, все такие классные, красивые, позитивные. Я прям всю энергию свою отдала, и прям сейчас сижу. А нас еще качало постоянно. Но дарили мне много подарков, как всегда. Я уже потом приеду в Винницу, покажу вам, что потому что мы сейчас едем в Винницу. Хотим немного погулять. Извиняюсь. Немного погуляем, покричать, и все. В общем, после встречи мы пошли на воздвиженку. Это такая милая улица, как в Европе. Здесь такие домики красивенькие, трехэтажные, кафешки стоят, и все гуляют. И тут так свежо и хорошо. Да, и тенечек есть, потому что сегодня очень жарко, и мы там реально зажарились на встрече. Кстати, да, потому что здесь уже так прохладно. У Юлия потом уж уже вечер, она такая... Не, ну нам понравилось, все очень хорошо пошло. Очень круто вообще, круто. Вот, и мы сейчас пойдем куда-нибудь сядем, покушаем, потому что я очень голодная, и потом поедем в Винницу. Юля тихонько топтала, пока ты Женя. Да, Юля, салат. И пока Женя там разговаривала, Юля съела салат. Съела свой салат, выпила Женя на мохитах. Юля нормально, в общем, она идет такая, взбодрилась, живая. Сегодня мы еще едем в Винницу. Ну, мы едем, электричка у нас в 10 вечера, и вот мы до 10... До скольки? Должны гулять. До 9? До 9 у нас времени просто обрез. Да, потом мы едем... Что у меня к губе прицепился волос? Потом мы едем за чемоданами нашими, и потом мы поедем на электричке в Винницу. И сейчас мы ходим кушать. Он устраивает. Смотри, окон нет. Прям прикол, да, как сделали? От витража они их тут пооткрывали, кафе. Вот здесь вот пикники с утра проходят, подушки выносят, шампанское. Пикники? Ну, это проводит ресторатор. А, он приглашает, наверное. Они вот так вот устраивают свой палаточный типа аля городок, готовят там кушать. С Юлией пришли в Крабсбургер. Посмотрите, какой прелесть здесь подают. Черный бургер. А, тут и мраморная говядина, и окрашен чернилами каракатицы, да. Вот мой маленький пургер. Нет, здесь вообще прикольно, да. Посмотрите, вот у них ресторан на первом этаже, а сверху живут люди. И людям, в общем, не нравится, что по ночам здесь, видно, дебоши происходят. И они на балконах своих сделали плакаты, типа, мы против незаконных ресторанов. Вон еще написали целый закон, что мы приехали с сестрой в знаменитое место. С знаменитой сестрой. Там название Морех. Здесь, в общем, на полу валяются повсюду шкурки от орехов. Здесь прям щелкают орехи и на пол бросают шкурки. Ужас. Вот так странно. Смотрите, то, что мне подарили девчонки, которые приходили на встречу. Очень приятно. Всем спасибо большое. Вот конфетки такие классненькие подарили. Будем кушать. Я люблю конфетки. Потом, вот, очень такой милый подарок. Я уже посмотрела здесь мыло ручной работы. Девочка подарила. Спасибо. Большой пахнет просто неимоверно. Супер. Здесь еще записка. Я вспомнила девушку, которую мне подарила. Она была вроде бы в шляпке. Блондинка. Вот. Марина, да. Спасибо большое. Возьму его с собой обязательно в Казахстан. Кстати, очень необычный подарок. Девушка подарила мне подставку под молоко. Да, очень практичный подарок. И, если честно, я даже не видела, что есть такие вещи. Гаджеты. Лайфхаки. В пакетах. Целую. Спасибо большое. Еще вот, кстати, самая нужная вещь. Потому что я... У меня была точно такая же штука, но я ее потеряла где-то за границей. Специальная сумка для перевозки жидкости разных кремов, зубных паст, щеток и так далее. Посмотрите. Вот так ты ее, в общем, раскрываешь. Туда вставляешь баночки и разные скляночки, зубные щетки. И можно повесить где-нибудь вот в ванной или в поезде, где едешь. Или, я не знаю. Очень удобная штучка. Спасибо большое. Вот. Еще подарили мне маску от Faberlic для волос. Попробуем. Вот. Девушка еще подарила мне помаду от Victoria's Secret. Кстати, очень приятная помада. Это блеск для губ. Мы уже попробовали его с сестрой, пока ехали в поезде. Он сладенький и на губах очень, кстати, приятный. Я вообще люблю блески от Victoria's Secret. Подарили мне еще кофе. Очень ароматный. Пахнет прям на весь пакет. Еще вот такой есть рисунок. Спасибо огромное, девчонки. Очень приятно. Я надеюсь, я ничего не потеряла в поле. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо вам за подарочки. Очень приятные, девчонки. Пока-пока. Хэхэхэхэхэхэрэхэхэхэхээхэхэхэхэхээхэхэхээхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхээхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэх